Я буду снимать теперь с камерой другой вот этой. Вот когда качер, там я в общем заново все поясню, потому что не знаю, как там будет видео. Вот заземление раскручено 25 метров, красное вон катушку на определенной частоте, и она совпадает с какой-то частотой качера. Вот только один качер работает, пуш-пул отключен. И вот на качере ничего нет, качер перестает как бы работать. Он очень может и работать, но очень-очень слабо. Вот тут если увидеть, вообще он перестает работать. на определенной раскрутке заземления. Но тут осциллограф должен тоже быть заземлен, но вот он и отцепился. Вот, подцепляю осциллограф и заземление, он вот начинает показывать, вот качер все-таки работает. Показывает качеры осциллограммы. Смотрите, теперь в качер N, он уже не прибывается. Видео, только тут, сцилляет и сцилляет и заземление. Мы прочитываем и сцилляет. И в качер-каках он ужеと思ил. Показываю и сцилляет качер-каках. Где-то, где-то чуть ли 2 мегагерцы. У меня раньше были такие как бы на полу рыбки, теперь их нет. Это видимо только вместе с пушпулом они появляются. Водки аферит буду засовывать, это будет сбивать резонанс качера с резонансом той катушки в заземлении и качер нормально начнет заработать. Работать с него амплитуда многократно вырастет. Наводки от качера ловятся, хотя он тут такой слабый. Из-за этого моего блока питания камера начинается приближать. Засовываю его аферит. Вот, амплитуды должны вырасти. Оно выросло почему-то. Ну вот, теперь качера здоровенно кусается уже. Теперь выберу аферит. Скачера. Вот такая стилограмма. Теперь качер вообще не кусается. Как-то начинает по-другому работать. Вроде бы это синусоида есть, но это, вероятно, от того заземления идет в батарею и потом тоже идет, и на это заземление доходит до стилограмма. То есть, пучность напряжения уже не создается на верхушке. Вже, вероятно, тут создается пучность тока, пучность напряжения создается где-то вот тут вот. или там где-то на середине заземления, но так как там тоже все мешает резонировать в этом, оно там начинает тушиться. Оно на качере. Вот он говорит, молок. И как бы стремиться, чтобы и тут была пучность напряжения. А вот качеру ничего нет. Никаких искорков. Если отмотаю сейчас вот этот провод или помотаю больше, качер опять начнет нормально работать, начнет эта лампа гореть возле качера, а теперь она не горит. Вот такая стилограмма, нет никаких там бием, ничего, а чистая стилограмма. Вот тут что-то есть, ну там 50 герц наверное. Ну вот тут что-то тоже как бы биеми какие-то вроде. Ну какие-то очень-очень слабые. А теперь включу пушку. Включил пушку. Частота пушку 18,61 на токовом колечке. Смотрим, что тут происходит. Там вроде бы какие-то слабые биения есть, но это вероятный резонанс по шпурам. Тоже ничего особо него нет. Тут может обратоходы какая-то стилограмма немножко нравится. Так тоже лежит. Вот такая раздваянная тут, потому что немножко колеблется эта модуляция. У нас с пушкулом вот, тоже качер ничего не работает. Вот еще раз фирид засунул. Сейчас подрезки какие-то действия. Это вот самая большая амплитуда. Все равно тут слабые искорки. Это больше для заземления работает. Очень еле-еле там искорки. А вот теперь подмотаю заземление. Могу либо замотать, либо смотать, это без разницы. Вот эта лампа будет видно, что она начнет по-другому гореть. И поменяется частота на свой раз. И немножко. Ладно, я тут отмотаю. Уже начинает забираться лампа. Такой еще слабый. Кончик только загорелся. Вот еще есть провод размотал. Видимо и толчка не хватает, чтобы она светит совсем ярко. Она частично загорелась. Все все равно слабо работает. Но теперь уже кусается. Вот она вообще не работает. Вот какая стиллограмма выросла сильно. Она вот зашкаливает. Теперь отключу заземление тестиллографа. Вот так вот. Все примерно то самое. Это видимо нормально все. Раньше качер не работал, когда определенная земля была. Теперь он вот работает. Уже кусается. И вот лампа горит возле него. Раньше я владелый не горелый. Стопа. Стопа. Теперь можно частоту качера посмотреть с этим прибором. Вот он уже тут показывает 1,8 МГц. В таком расстоянии. Ближе подношу. Вот. Все его возьмите. 1,8 МГц. 1,8 МГц. 35 МГц. Вот. Теперь попробуй введу сердечник, чтобы произойдет. оттуда падает. О, она превратилась в какие-то такие. Жарит нормально. Тоже есть. Теперь чистота какая. 727 КГц. 826 КГц. Вот. Частота. 18,65 МГц. Частота по шпуле. У меня целограмма по шпуле. И наверху шкафа. Частота по шпуле. Уже 700 КГц начинает как-то более-менее ловить. Вот уже видны такие. Такая чистота. Показывает 223 КГц. Не может словить. Показывает. Поэтому эту тему не покажу.